МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество пострадавших от российского обстрела в часовом ЕРУ увеличилось, а Украина тем временем действует превентивно, уничтожая склады, с которых поступают боеприпасы, и командование, которое отдает приказы на обстрел жилых кварталов. В то же время украинские пограничники фиксируют проникновение через северную границу страны. В эфире НЕХТА самые важные и интересные новости к этому часу. Белорусские пограничники перешли границу с Украиной. Задержанный сообщил, что является белорусским пограничником и проходит службу в Брестской пограничной группе. В живых остался только один. Сколько еще складов и генералов нужно уничтожить или когда российские генералы подходят к концу? Уничтожили весь командный состав 20-й мотострелковой дивизии. Сережа, позовите главного. Глава МИД Германии обратилась к Лаврову. Спасатели извлекли уже 47 тел погибших из развалин жилого дома в Часовом Яру. После попадания российской ракеты обвалилось два подъезда. Спасательные работы продолжаются уже четвертый день. Данные на эту минуту публикует замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Жители Луганска сообщают об обстрелах. В сети снова огромное количество видео пожара и взрывов в ночном небе оккупированного России и города. Паблики оккупантов пишут, что Украина из Хаймарсов расстреляла части противовоздушной обороны. По видео можно понять, что кроме самого обстрела началась и детонация снарядов. В этот раз точно не курение, селитра или какие-нибудь ритуалы вызова дождя. Официально Генштаб Вооруженных сил Украины редко дает оценку сию же секунду, но через время мы все-таки ее получаем в виде широко доступной статистики и подтверждений в случае ликвидации офицерского состава. Уже более 30 объектов, которые мы нанесли огневое поражение. И здесь не только склады с боеприпасами, с топливом, с продовольствием. Здесь и командные пункты, и здесь воинские части. Мы уничтожили весь командный состав 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. Командир дивизии, начальник штаба, начальник оперативного отдела и начальник артиллерии дивизии убиты. Это вносит сумятицу. Теперь надо их назначить. Пока их назначат, есть исполняющие обязанности. Система управления разбалансирована. Белорусские пограничники перешли границы Украины. Пока только один, правда, но у него точно были сообщники, так говорит пресс-секретарь украинской погранслужбы. Задержанный сообщил, что является белорусским пограничником и проходит службу в Брестской пограничной группе. Он отметил, что на нарушение отважился, чтобы присоединиться к силам обороны Украины в войне против российского агрессора. Мужчина сказал, что выходил из Белоруссии не сам, но попал под обстрел своих же и в итоге напарника потерял. Своих защитников из плена Украина возвращает. Вопреки заверениям России удается освобождать и азовцев, которые защищали Мариуполь. Пресс-служба полка азов записала интервью с одним из бойцов. Интересно, что даже воспоминания из плена не всегда жестче, чем то, что пришлось пережить до попадания туда. Вот каким боец с позывным «Вишня» помнит Мариуполь. Первое, что я увидел, это труп на лавочке, который сидел и которого никто не забирал. Мамочка гуляла с колясочкой возле этого трупа. И рядом дети играли в мячик. Ну и там еще по аллейке лежало тоже пару трупов. И дети играли в мячик, не замечая, и смеялись. Потом мы проезжали дальше, встретили по дороге пять детей. Подъехали к ним, короче. И, ну, знаете, как контуженные выглядят. Стеклянный взгляд, большие глаза. И, короче, все эти дети были контуженные. Пленных украинцев освобождают из оккупированных территорий в том числе. Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео спецоперации. Настоящие спецоперации по спасению заложников из оккупированной Херсонской области. Удалось освободить пять человек – полицейского, военнослужащего и цивильных. Видео достаточно эффектное тоже есть. Еще одна патриотическая история. В России именно так мотивируют людей воевать. От этого видео можно заряжать воду, можно не пить энергетики и кофе по утрам. А главное – сразу хочется кого-нибудь убить. Или уснуть. Итак, представьте, где-то в Тверской области. Уважаемые жители города Конаково, Конаковского района. В настоящее время на территории Донбасса проходит специальная военная операция согласно распоряжению нашего президента Российской Федерации. В ней участвуют граждане Российской Федерации, в том числе и наши земляки. Я обращаюсь к вам, как военный комиссар, для того, чтобы вы приняли участие в данной специальной военной операции. Данную военно-специальную операцию набираются граждане, прошедшую службу по призыву в возрасте до 50 лет, с заключением контракта от трех месяцев. Тракторные войска Украины отчитываются о своих успехах, как всегда, в новом видео. Русская техника – теперь не русская техника. Как много трофейной русской брони теперь на вооружении ВСУ известно одному богу и командующему боевого трактора. На Шри-Ланке все серьезно. Там продолжается революция. С самого утра протестующие штурмуют офис премьер-министра. Судя по тому, что над ними летают вертолеты, кто-то таки командует официально вооруженными силами или полицией, а это означает, что хоть какая-то вертикаль власти в стране сохраняется. Сегодня силовики применяют газ против демонстрантов. Картинка очень знакомая. Для запугивания населением нужны показательные жертвы. Чтобы дать понять, что все серьезно, российские власти прибегают к абсурду. Не успел оппозиционер Илья Яшин выйти на свободу, как на него снова завели уголовное дело, теперь по статье о фейках. Статья становится очень популярной и применять ее пытаются как картину, которая закрывает дыры на стенах. Но прятать людей за решетку – это не мешает совсем. Они считают, что российские тюрьмы недостаточно переполнены. Их надо забивать сильнее. Пока все идет ровно по той же схеме, что у другого моего подзащитного – Владимира Карамурзы. Речь идет о Владимире Карамурзе и его публичном выступлении о действиях российской армии в Украине, за которой он сейчас находится под стражей. А давайте еще вспомним про муниципального депутата Алексея Гориного, которому дали 7 лет за то, что он назвал войну войной. О истории Яшина скажет еще один его адвокат. Речь идет, как уже вчера говорили, об одном из его стримов на Ютубе, в которых он говорил о Буче. Ничего более конкретного ни вчера, ни сегодня нам не предъявили и не сказали. Сложно вести переговоры с тем, кто ничего не решает. Это про Сергея Лаврова, говорит его коллега и министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок. Про переговоры с Россией ее комментарии тоже не слишком оптимистичны. О чем можно вести переговоры с тем, кто не готов даже договориться с Международным комитетом Красного Креста о создании гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения? Говорит, что нет шансов договориться с РФ. Хорватия попадает в еврозону. На встрече в Брюсселе министры финансов Европейского Союза завершили процедуры, утвердив необходимые документы. После этого их подписали представители Хорватии, Еврокомиссии, Европейского Центрального Банка и Чехии, которая возглавляет работу Евросовета. Хорватия перейдет на единую валюту менее чем через 6 месяцев, то есть с 1 января. Это великий исторический день для Хорватии и сильный сигнал для наших граждан, клиентов и рынков. Как можно нивелировать катастрофическое влияние санкций, спросите вы? Да просто сделать этикетку на продуктах меньше. Может тогда никто ничего и не заметит, что сосиски, например, на самом деле тоже муляж. Вице-премьер Виктория Абрамченко получила предложение от представителей бизнеса и попросила Росстандарт, Минпромторг, Минэкономразвитие, Минсельхоз, Роспотребнадзор, Росаккредитацию, изучить возможность уточнения национальных стандартов РФ. Все эти сложности из-за дефицита бумаги и чернил. Целесообразно печатать на упаковке меньше сведений о товаре. Как тебе такое, Илон Маск? Не нужно никуда лететь, просто напечатай Марс на бумаге. Она у тебя хотя бы есть. На эту секунду все. Спасибо, что остаетесь с нами и поддерживайте развитие ресурсов НЕХТА. Давайте продолжать беседу в комментариях, ставьте нам лайки и жмите на колокольчик. Все это помогает нам с вами становиться еще популярнее и делать так, чтобы еще больше людей могло узнать правду. До новых встреч и хороших вам новостей! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!